Ты воняешь как свинья И этот подонок должен сидеть в России В российской тюрьме Где он же один и драк Десять дней пока только отбывает А этот пару лет Пусть чалится Жду, кстати, когда охиджакнутся за него Российские актеры и режиссеры С криком, как он прав Как он прав Дорогой Батя Семенович, все понимаю Разделяю ваши опасения Но вот сегодня пусть посмотрят Сегодня ругали Пашиняна И сильно хвалили Алиева Вот я лично сильно хвалил Алиева А Навальный раз в такой песне спеть может А мой его коня Фу, стало легче С опасен для окружающих И нуждается в изоляции от общества Здравствуйте, дорогие подписчики канала 13 Как известно, не так давно российский журналист Владимир Соловьев Угрожал экс-послу Азербайджана Исфандиару в Агабзаде Что тот будет сидеть в российской тюрьме За оскорблений Жириновского и русских Однако многие обратили внимание на то, что поведение самого Владимира Соловьева вызывает, мягко говоря, вопросы И мы не имеем в виду постоянную смену политической позиции С этим все в порядке Каждый пропагандист обязан подстраиваться под конъюнктуру Так как является лишь проводником интересов олигархии и политической элиты Но самое интересное это то, что на днях вышел разбор психического поведения Соловьева Российский депутат оппозиционер Илья Яшин и врач-психиатр Андрей Бильж Разобрали поведение телеведущего Выявили симптомы психического расстройства И пришли к определенному выводу Предлагаем вам посмотреть самые интересные моменты И написать ваше мнение в комментариях А что вы, дорогие зрители Думайте о поведении и высказываниях Владимира Соловьева Легче Итак, первый очевидный симптом, наблюдаемый у гражданина Соловьева Это повышенная агрессия в отношении окружающих Как правило, агрессия проявляется в публичных угрозах Людям, которые вызывают у него личную неприязнь А то знаешь, вот эта рука может голову в другое положение тебе привести И долго ты потом будешь из своей задницы вытаскивать Просто сверху по куполу врежу Я достану Либо первым ударом тебя загну Смотри у меня И смотри в оба И озирайся по сторонам Анализируя этот симптом, можно предположить, что источником агрессии Стал так называемый комплекс мачо, сложившийся у Соловьева в более раннем возрасте Как объясняют психиатры, человек с таким комплексом ощущает постоянную потребность подтверждать свои мужские качества Мускулиность Причем, как правило, именно через демонстрацию агрессивного поведения На протяжении долгого времени Соловьев страдал от избыточного веса Что, очевидно, стало причиной сильных эмоциональных переживаний Это не раз становилось причиной для издевательств и насмешек со стороны недоброжелателей Вероятно, поэтому теперь он испытывает потребность в том, чтобы окружающие воспринимали его именно как мачо Способного подавить оппонента, в том числе с помощью грубой физической силы Выглядят эти проявления и правда весьма болезненным Это как сделать человеку очень-очень больно Ну все-все-все, тихо, спокойно, спокойно Залази Двигаемся дальше Второй симптом, так называемая копролалия Учебники психиатрии определяют это как непреодолимое импульсивное влечение к нецензурной брани безо всякого повода Такой симптом проявляется при шизофрении и наиболее ярко у страдающих так называемым синдромом Турота Страдающие этим расстройством люди буквально не могут сдерживать брань и зачастую матерятся в публичных местах, шокируя окружающих Соловьев все время на виду, он ведет многочасовые эфиры как на телевидении, так и в интернете Именно поэтому копролалия, неспособный сдерживать брань, так сильно обращает на себя внимание Наш подопечный зачастую едва ли не захлебывается, извергая на зрителей целые потоки ругательств Представься, сволочуга, чтобы я тебя вывел в эфир и тебе в эфире объяснил, тебе, тупому, необразованному скотомоншу, что ты жирная тупоголовая свинья Внимательный анализ позволяет прийти к выводу, что для нашего пациента не имеет особого значения объект словесной агрессии Оскорбление, обзывательство и унижение в адрес одного человека могут в одну секунду смениться грубой бранью в адрес другого Про которого Соловьев вообще ничего не знает и вроде бы не имеет поводов для неприязни После этого скажите мне, кто возглавляет тотальный диктант и какого хрена вот эта мерзость Голковский туда попал? Это что, Набоков или Глуховский? Ну вот одна хрень, я их не разделяю А тот Глуховский, а это Голковский, два придурка Глуховский надо отметить, не лучше, хотя это текст Голковского Хотя с другой стороны, какая хрена разница? Третий симптом – расщепление личности В голове Соловьева очевидно уживается несколько персон, которые спорят друг с другом, не могут примириться и зачастую входят в прямую конфронтацию по важным политическим или историческим темам Вот Владимир Рудольфович в резкой форме осуждает женщину за ее желание вернуть Крым России Да не дай бог, но объясню, потому что, во-первых, нет никакого юридического основания Я понимаю вопрос, не дай бог, а зачем вам Крым? Вы согласитесь пожертвовать? И каким количеством жизней русских и украинских солдат, чтобы забрать Крым? Сколько вам не жалко? Еще раз говорю, сколько крымчане как раз против? А вот вроде бы тот же Владимир Соловьев, но уже явно другое проявление его личности не менее жестко объясняет, что присоединение Крыма к России – это историческая справедливость и он приближал этот день как мог Этот день мы приближали как могли Крым и Севастополь снова в составе России Историческая справедливость восторжествовала Это праздник не только для всех крымчан и россиян, но и миллионов русских, живущих в разных государствах и всех друзей нашей страны Это маниакальная зацикленность нашего пациента на публичном внимании к собственной персоне Психиатры называют это нарциссическим расстройством личности Такое расстройство характеризуется убежденностью в превосходстве над остальными людьми Собственной грандиозностью, завышенным мнением о своих талантах и достижениях Патологические нарциссы убеждены, что для окружающих нет большего удовольствия, чем наблюдать за ними И мы прекрасно видим, что Владимир Соловьев стремится к максимальной публичности, проводя в эфире практически все время, кроме сна Длинные радиопередачи сменяются телевизионными ток-шоу Стримы на ютюбе иногда занимают по 4,5 часа Говорят, наш пациент даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, чем очень гордится А в эфире он проводит времени больше всех в мире Недавно он попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели 25 часов, 53 минуты и 57 секунд Так что, пожалуй, самое время обратиться за помощью к профессионалу Итак, я хочу предоставить слово Андрею Георгиевичу Бельжо Кандидату медицинских наук, врачу-психиатру, который еще в Советском Союзе работал в психиатрических клиниках А также в Институте психиатрии Академии медицинских наук Доктор Бельжо, вам слово Когда я работал психиатром в маленькой психиатрической больнице К нам в приемный покой поступил пациент С Доставившие его в наше приемное отделение граждане Обратили внимание на его неадекватное агрессивное поведение Представлявшее угрозу для окружающих Они обратили также внимание на то, что больной постоянно врет При этом явно получая наслаждение от этого процесса Набрасывается на всех, пытается их укусить На приеме Входит в кабинет врача, как в свой твердой уверенной походкой Спрашивает врача, что тот здесь делает Просит его освободить съемочную площадку При этом закатывает рукава Френча, относящегося к непонятно какой эпохе Сжимает кулаки, по-мальчишески показывает, как он расправится с доктором Говорит много и быстро Темп речи явно ускорен Легко срывается на крик Оскорбления и угрозы Принимает все время монументальные вычурные позы Отдаленно напоминающие то Наполеона, то Сталина, то Муссолини, то вдруг Путина Кричит, что он тоже обладатель черного пояса Крайне высокомерен и хвастлив Утверждает, что он гений Главное наслаждение для него лгать, лгать и еще раз лгать, как завещали нам великие вожди Быть властителем слабых умов Это его призвание и источник эйфории С удивлением узнают, что у него 8 детей, которых он давно не видел И дом в Италии, который он тоже не видел давно Так как я в прямом эфире, я в прямом эфире Были вызваны санитары ИС отправлен в наблюдательную палату По заключению врачей Создается впечатление, что С постоянно находится в состоянии наркотического опьянения При этом наркотиком для него является ежедневная псевдология и мифотворчество в прямом эфире Не способен отличить реальные события от вымышленных Паранояльная стадия болезни, когда С считал, что его преследуют Перешла в параноидную стадию, когда он слышал голоса внутри головы и голоса диктаторов Перешла в парафренную фазу с так называемым фантастическим бредом величия Легко разбрасывается терминами фашист Называя так то одного, то другого При этом может похвалить вскользь Муссолини и Гитлера Судя по всему, психические расстройства С никогда не подвергались терапии И болезненное состояние вследствие этого крайне запущено С опасен для окружающих и нуждается в изоляции от общества С принудительным лечением, включая шоковую терапию При отсутствии положительного эффекта Можно использовать лоботомию И в крайнем случае Декорацию С Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok